Продолжение следует... Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я, Михаил Горин. Мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасёв. Вадим, приветствую вас. Да, приветствую вас, Михаил. Приветствую ваших зрителей и граждан Израиля. Спасибо. Сначала об Авдеевке. Как известно, украинские вооружённые силы её оставили после долгого сопротивления. И многие эксперты на Западе, в Европе анализируют эту ситуацию. Почему, во-первых, так долго продолжались там сражения, нужно ли всё это было, какое всё это имеет значение. И я обратил внимание, что некоторые военные эксперты, да и политологи тоже, которые настроены, скажем так, нейтрально пытаются оценивать ситуацию, сходятся во мнении, что всё это имело скорее не столько военное, сколько имиджевое и политическое значение. Насколько вы разделяете такую точку зрения? Ну, а война – это прежде всего политика. Война – это продолжение политики другими средствами. Ну, иногда это имеет совершенно практическое значение. Конечно, совершенно верно. Поэтому есть три уровня управления войной. Первый уровень – политический. Второй – стратегический, военно-стратегический, то есть командование стратегическое. И оперативный, тактический третий уровень. Поэтому всегда в той или иной военной операции, планировании военных операций, наступление, либо отступление, учитывается политический, ну, как мы сегодня сказали, имиджевый фактор, потому что коммуникация сегодня, медиа, зрелищие – это основная часть войны, основная часть информационной войны, а информационная война – основная часть большой войны. Тем более, что война чуть ли не идет в прямом эфире, в онлайн. Даже с линии фронта, даже с окопов, даже с наступлений, даже с переживания бомбардировок или бомбежек, ракетных ударов, все это транслируется через гаджеты прямо такие, скажем так, на весь мир. Поэтому всегда при планировании тех или иных операций учитывается, конечно же, политический и дипломатический фактор. Что касается конкретно Абдеевки, понятно, тут, как и в Бахмуте, между прочим, учитывалась политическая и военно-оперативная составляющая, конечно же, и военно-серватическая составляющая. В чем она заключалась? В том, чтобы дотянуть удержание Абдеевки до Мюнхенской конференции по безопасности, до такого близстурны Зеленского по ключевым европейским государствам. Потому что для того, чтобы усилить и увеличить, тем более, поддержку западных союзников Украины, как военную, так и финансовую, а она сегодня зависла, нужно постоянно демонстрировать упорство военное, сопротивление, готовность к обороне, усиливать моральный дух, чтобы не было, скажем так, скепсиса или такого рода настроений, в случае, если бы накануне Мюнхена или заранее до Мюнхенской конференции Абдеевка была бы взята российскими войсками со всеми вытекающими пропагандистскими и тому подобное выхлопами. Другое дело, другое дело, что в этот раз, в отличие от Бахмута или в отличие от других каких-то вещей, ну не совсем получилось вот это оптимальное сочетание политической целесообразности и военной целесообразности. На это наложилось много факторов, в том числе и ситуация с военным командованием. Я так понимаю, Зеленскому нужно было уволить или там как бы заменить военное руководство до Мюнхена, потому что если бы он приехал в Мюнхен, но главнокомандующим оставался бы заложен, то, понятно, были бы первые вопросы, были бы, что у вас там происходит, почему у вас есть некоторые расхождения, мягко говоря, между политическим и военным руководством, между Верховным Главкомом и Главкомом. И содержательная часть переговоров с разными делегациями и в разных форматах, она бы, скорее всего, свелась бы к этому, а не к практическим вещам. Ну вот, поэтому две недели тянулась или даже больше тянулась эта эпопея то ли с отставкой, то ли с увольнением заложенного. Но она быстро разрешилась накануне, за неделю до поездки в Мюнхен. Понятно, что в этих условиях резкая смена военного главнокомандования, она, ну скажем, в какой-то степени отразилась все-таки на управлении войсками, это надо признать, на управлении войсками и при обороне Абдеевки. Ну, получилось то, что получилось, но я хочу здесь сказать, еще раз повторить, что политические факторы тут надо учитывать. Это раз. И во-вторых, все-таки не нужно преуменьшать ситуацию в Абдеевке. Да, действительно, это, ну скажем, достаточно серьезное и болезненное поражение, но не надо преувеличивать это поражение, это поражение все-таки локальное. Во-вторых, фронт, да, он сегодня неопределенный, но он не прорван. Большого наступления, непрорыва, флангового и так далее в стиле Второй мировой войны российскими войсками не произошло. Три. Четвертая, Абдеевка достаточно долго удерживалась, да, четыре месяца. Да, многие сравнивают это с Бахмутом, там, девять месяцев, Абдеевке четыре месяца. Но все-таки надо учитывать сегодня проблемы, дефицит украинских вооруженных сил по снарядам, по артиллерии. Да, и, наверное, есть проблемы с мобилизационным ресурсом, ну и с финансированием. Это все тоже сказалось, так, на способности и дальше удерживать Абдеевку. Ну, еще раз говорю, что проиграна битва, но война не проигрывает. Так, поражение серьезное, но не такое уже, которое приводит вот к развалу армии, фронта и так далее. Если почитать некоторых, скажем так, российских блогеров, так, или военкоров, то чуть ли не так это все выглядит. Нет. Я, кстати, хочу напомнить, вчера первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, начальник Главного оперативного управления, генерал Рудовской, ну, не путать с русским, Рудовской, заявил, заявил, что украинская армия сохраняет свою боеспособность, раз, несмотря на вынужденный уход из Абдеевки, во-вторых, она может быть вполне подготовленной к контрнаступлению. Поэтому он не исключает возможности для украинских вооруженных сил контрнаступления. Поэтому будем все-таки тут доверять военному специалисту, причем не тому, который хотел бы там защитить Украину, а который, наверное, более трезво, профессионально и компетентно оценивает реальную ситуацию на поле боя, реальную ситуацию на фронтах, стратегическую и оперативную ситуацию на всей линии фронта. Сейчас главная задача, я считаю, во-первых, это все-таки восстановить на самый оптимальный уровень управляемость вооруженными силами Украины, потому что отход из Абдеевки, не буду лукавить, не буду умалчивать, замалчивать, он был все-таки не совсем подготовленным и не совсем организованным. Поэтому есть тут вопросы, есть проблемы к командованию военному и на местах, почему это не было подготовлено, это вопросы, наверное, не к сырскому, а к начальнику или командующему оперативного направления на этом, так называемом, южнодонецком или донецком направлении, это первое. Во-вторых, нужно сейчас при отступлении закрепиться на тех позициях, которые уже подготовлены или которые в силу естественных, природных причин, рельефа, географической особенности могут стать новые линии фронта и новым позиционным районам, это два. Во-третьих, тоже есть вопросы, почему все-таки эти заранее подготовленные позиции для отступления не совсем все-таки подготовлены, не совсем подготовлены. Ну вот ситуация выглядит сегодня вот таким образом, не до конца, скажем так, и понятным, потому что информация противоречива не до конца определенным, но то, что можно сказать определенным, преувеличивать, преувеличивать значение Авдеевки для Российской Федерации и тем более преувеличивать масштаб того, что украинские войска вынуждены были покинуть Авдеевку, не стоит. Ничего если не закончено. Вы упомянули Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вот издание «Политика» опубликовало большую статью по этой конференции, разбирало ее, плюсы, минусы, возможности. И «Политика» делает вывод, что этот форум выявил обеспокоенность партнеров Украины, ее перспективами в противостоянии с Россией и продолжением американской поддержки Киева. В связи с этим вопрос, на ваш взгляд, вот эта вот обеспокоенность, которая была проявлена по мнению «Политика», она была достаточно серьезной? Она будет конвертирована в какие-то практические действия или же нет? Серьезно. Это раз. Во-вторых, даже звучали, скажем, такие выражения, что главная сейчас задача не допустить развала оборонительных возможностей украинских вооруженных сил. Это два. Преднается, достаточно серьезная, скажем так, ситуация на линии фронта и в целом. И из этого делаются, скажем, определенные выводы. Пока, скажем, в таком экстренном порядке, Соединенные Штаты Америки уже планируют предоставить Украине, ну, не свои, а через партнеров, так современные ракеты дальнего радиуса действия «Атакамск» на 300 километров. Пока нет снарядов, и не сразу не будут, ну, снаряды артиллерийские 155-го миллиметрового калибра, пока их производство надо наладить. Пока ФРГ, если не ошибаюсь, может предоставить Украине в экстренном порядке 40 тысяч снарядов. Понятно, что это мало. И планируется там 700 тысяч. Но Россия, по-моему, 2 миллиона выпускает. Ну, пока снаряды эти, и будет европейская промышленность. А она теперь может, военная промышленность, теперь должна быть кооперационная, это должна быть общеевропейская военная промышленная база, а не национальная. И до сих пор, скажем, этот вопрос не решен, либо собирать с каждой страны там по каким-то профильным вооружениям, а потом это все логистически транзитировать в Украину, либо это должна быть общая и достаточно мощная военно-промышленная база Европы. Так вот, пока вся вот эта европейская промышленность в разных вариантах переводится, или существует свое перевод на военные рельсы, в экстренном порядке сейчас, первое, я уже сказал, это вот ракеты дальнего радиуса действия. Сегодня я смотрел информацию из Германии, что все-таки сейчас правительство Шольца готовит секретное распоряжение о предоставлении Украины ракеты дальнего действия «Таурус», которая достаточно для того, очень серьезная угроза для логистических центров, штабных структур противника. Вот это два. В-третьих, сейчас активно финансовая помощь для Украины 12 миллиардов долларов предоставляет Япония, 7 миллиардов ФРГ, согласно соглашению по безопасности, который подписал Зеленский и Шольц, практически во время, или накануне Мюнхенской конференции, предоставление французской помощи от «Цезаря» и ракеты «Скальп», и тоже предоставление финансовой помощи, по-моему, в районе 2-3 миллиардов евро. Но, в общем, пока все это выглядит как такая экстренная служба, экстренная скорая помощь, но системных решений пока, судя по ходу Мюнхенской конференции, с заявлением, а главное, потому что ситуация с Конгрессом Палаты представителей Конгресса США зависла, системных решений сейчас пока, но на данном этапе, я не вижу, но надеюсь, что они готовятся. Хочу подчеркнуть, хочу добавок, что, видите, было заявление и вопрос по поводу, есть ли план «Б». Вот так вот, на случай, вот по ситуации в Украине на линии фронта и так далее. Ну, как сказала Камала Харрис, выступавшая на панельной дискуссии, на Мюнхенской конференции, затем уже на панельной, по-моему, дискуссии, сказала, что нет плана «Б», остается план «А», то есть пока о каких-то там переговорах, дипломатических усилиях речь не идет, а все-таки в рамках плана «А» происходит поиск, серьезных резервов для того, чтобы выровнять ситуацию по вооружениям на линии фронта, но и не только по вооружениям. Другой вопрос, насколько эти предоставления дальнобойных ракет, ракет дальнего радиуса действия «Атакам», «Салтаврусов», сможет решить ситуацию. Дальше, есть информация, что уже в мае месяце будут задействованы «Ф-16», ну, мы понимаем, что это платформа для тех же ракет, это два, но вот здесь, как будет реагировать на это Российская Федерация. И второй момент, насколько это будет выход на новую ступень эскалации эскалации военных действий. В связи с планом А и планом Б я попросил бы вас прокомментировать новость, которая прозвучала несколько дней назад, о том, что якобы со стороны Путина через переговорщиков подавались сигналы американцам о каких-то переговорах по поводу окончания войны в Украине, и что якобы американцы отвергли эти предложения, заявив, что без участия Украины рассматривать такие предложения не будут. Вопрос такой, насколько вы считаете реальным, что были действительно эти предложения, и действительно прозвучал такой ответ американцев? Ну, по поводу предложений, да, были, но даже если посмотреть интервью Такеру Карлсона, там они были, но, видимо, не совсем был доволен интервью этим Путин, что он повторил эти предложения, фактически повторил эти предложения, или это предложение, кремлевскому журналисту из кремлевского Пула. Так, Зарубин, по-моему, его фамилия, да, Зарубин. Так, и более того, там прямо чуть ли не к Байдену. Кто-то видит вот в этом похвальбе, похвале Байдену, кто-то видит троллинг. Такой, как бы, коварный троллинг Путина, который сказал, что нас устраивает больше Байден, чем Трамп. Ну, не буду там повторять, как это все было сказано. Но это не троллинг, это действительно попытка договориться сейчас с понимаемым для Путина. Потому что, ну, Байден давно в политике, хорошо знаком, и встречались они не раз. До войны, и не только накануне войны в 21-м году, но и до в 2011-м году. В 2011-м году, кстати говоря, тогда и отношения их испортились, потому что Байден прилетел в Москву по поручению Обамы и прямо сказал Путину, что американского руководства против возвращения Путина на постпрезидента. Ну, тогда Путин как следитель стоит опокрифы. Ну, это вообще-то правда, это было много раз где-то написано и сказано. Ответил Байдену, ну, я вас понял. Ну, и понятно, как это было сделано. Вот, Байдена не знают, они понимают. Так, и с ним в какой-то степени, да, тяжело работать, но прогнозируемо, рационально и понятно. Трампа здесь, скажем, мало знают. Разные, конечно, характеристики и слухи о Трампе или его политике и так далее, но то, что он не предсказал, это понятно. Это, кстати говоря, Путин, который привык к какой-то такой пацанской договороспособности и такой рациональности, это, конечно, его может и не устраивать, если не больше. Поэтому я считаю, что это было предложение, это был комплимент, что Байден не настолько стар, чтобы не понимать, что происходит, но там это было сказано так, что он вполне в адекватной форме, я с ним встречался, я видел и так далее. Он по бумажке, я по бумажке, это все естественно. Но Байден пока это не принял, хотя это принято на заметку, на заметку. И это не выведено за скобки пока это предложение, иначе бы реакция Байдена и Джейка Салливана на гибель, смерть Навального в заполярной колонии, она была бы другой, более жесткой, более нелицеприятной и так далее, и так далее со стороны Байдена в адрес Путина. Но если посмотреть на это выступление внимательно, и Салливана и Байдена, они избегали резких формулировок. Мосты не сжигали. Многие, скажем, свою вот эту, ну скажем, не мягкую, но тем не менее не задействованную, задействованную до конца тяжелую терминологию объясняли тем, что много пока неясного, нужно разобраться и так далее. Ну и второй момент. В чем замысел Путина? Замысел Путина в следующем. Сейчас мы на линии фронта побеждаем, это по его, так сказать, мысли так. Значит, лучше сейчас договориться, чем потом, потому что потом будет поздно. Потому что с его точки зрения ситуация на линии фронта сегодня не просто инициатива на стороне России, а ситуация начинает разворачиваться в пользу Российской Федерации, поэтому дальше России будут лучшие, скажем так, позиции для того, чтобы участвовать в переговорах. А у Украины и у Байдена худшие, потому что если действительно будет какой-то если будет какой-то серьезный провал на линии фронта в Украине, со стороны Украины, это, конечно же, ударит очень серьезно по перспективам переизбрания Байдена на второй срок на президентских выборах. Он и так сейчас там, скажем, непростая у него ситуация, а тем более, что Байден себя уже непосредственно связал с ситуацией в Украине на линии фронта. Не случайно он выходил на одну из последних конференций или брифинга со значком украинским, с украинским флагом. Значок у него был на левом ласкане. Так, значит, теперь у Байдена выбор какой? Либо принимать это, скажем так, непристойное предложение, цитирую, как один назывался голливудский фильм с Рэдом Редфордом, Дэми Мур и Вуди Харпельсеном, так, либо делать все, чтобы компенсировать или заполнить дефицит вооружений для украинских вооруженных сил, но пока, если этого нет, и пока, если еще не приступила к работе после каникул палата представителей, нижняя палата Конгресса, так, где большинство республиканцев, вот, начинать думать о том, чтобы предоставить Украине очень мощное современное оружие. Это не те старые атакамцы, у которых дальность полета там 80-120 километров, а 300 километров, что уже начинает угрожать глубинной, коренной территории Российской Федерации. Последний вопрос, он касается внутренней, внутриполитической ситуации в Украине, позиции Владимира Зеленского. Вот Киевский Международный Институт Социологии в начале февраля проводил опрос, там несколько позиций, но я обратил внимание на то, что подавляющее большинство украинцев, приводится цифра 69% опрошенных, считает, что Владимир Зеленский должен оставаться на посту президента до конца военного положения. То есть считают, что во время войны выборы проводить не надо. Вместе с тем, я обратил внимание, что в декабре 2023 года, то есть буквально 2-3 месяца назад, эта цифра составляла 84%, то есть 15% как-то поменяли свою точку зрения. На ваш взгляд, почему и вообще насколько все это отражает степень доверия к Владимиру Зеленскому? Почему бы? Потому что усталость 2 года на этой неделе войны. Во-вторых, ну нет убедительных военных успехов. Понятно, тут ситуация следующая. Поэтому, конечно, есть определенное смятение или раздумья, что делать дальше. Это первое. Что касается личного рейтинга или там рейтинга электорального доверия Зеленского, то пока каких-то серьезных рисков для Зеленского нет. Почему? Потому что нет конкурента, нет альтернативы публично оформленной, партийно рельефной, программно наполненной. Да, можно говорить и какие-то центры какой-то правых инициатив. Не знаю, что тут КМИС это серьезная контора, что это за центр не знаю. Проводил вопрос, что у Залужного 38% электоральный рейтинг, то есть уже подвыборы, а у Зеленского там примерно 16% или 18%. Но это все пока, ну, скажем, послевкусие отставки Залужного и так далее, но Залужный пока не демонстрирует каких-то серьезного политического действия, каких-то политических серьезных не ставят политических серьезных целей, да вообще как-то его нету. Сейчас практически нету в публичном поле, в медийном поле, а это очень важно в нынешней ситуации. Поэтому, да, увеличивается количество опрошенных, которые говорят о том, что их не устраивает действующий курс, или там, что становится больше тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении. Хотя, очень достаточно большие цифры, большое количество респондентов, которые считают, что все правильно, что все движется в направлении, поэтому все правильно в направлении, и поддержка Зеленской в этом смысле, она тоже фактор стабильности, фактор стабильности, фактор ее. Но до тех пор, пока не появится публичная, равная фигура в Зеленском, потому что все, которые сегодня в политическом поле, это довоенная элита, это элита старого времени, старорежимная элита, так, Порошенко, Тимошенко, там, Кличко, это все старорежимные политики, новых нет, новых нет. Единственное, кто новый мог бы претендовать, это заложный, но после своего увольнения складки заложные, то ли залег, то ли засел, то ли в засаду пел и думает, раздумывает, как дальше развивать свою политическую карьеру. Может, не к месту сейчас действительно, когда ситуация на фронте выглядит столь неопределенной и сложной для Украины. Ну, в общем-то, вывод такой, что до тех пор, пока не будет уже оформленной публичной альтернативы Зеленскому, каких-то серьезных рисков для его рейтинга и для власти Зеленского, для его команды, я не вижу. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что сегодня моим собеседником был украинский политолог Вадим Карасев. Всего доброго. Спасибо, Михаил. Субтитры сделал DimaTorzok